Дарья Росновская с легкостью сменила платье Золушкина школьную форму 60-х годов. Работать над образом главной героини Кати было непросто, признается актриса, но тем интереснее. Я на самом деле ее не сразу нашла. Я вот и до сих пор пытаюсь найти себя в этой роли. Тоже открываю для себя как что-то новое и каждый раз играю все лучше и лучше. Режиссер театральной студии Наталья Примак уже не первый раз обращается к этому произведению. Слово «Рощина» проникает глубоко в сердце подростков, помогает им лучше понять и принять самих себя. Она об одиночестве, она о том, что человек нуждается в том, чтобы его видели, чтобы его слышали. И ребятам очень интересно это играть. Во-первых, играть интересно, потому что это 60-е годы, а вы знаете, что мы играли вверх по лестнице, баню. И мы всегда уделяем внимание эпохе и, с другой стороны, уделяем внимание вечным проблемам, тем, которые никогда не уходят, будь ли это 20-й век, был ли это 19-й век или это 21-й век. Для многих ребят это дебют. До сих пор они играли небольшие роли, но смогли доказать, что готовы к серьезной работе. Поначалу были трудности, меня все поддерживали, говорили, что у меня получается, хотя я в этом сам до конца не был уверен. Но через какое-то время я понял то, что мне этот герой подходит, и у меня все получается. Время принцев и принцесс осталось в прошлом. Ребята выросли и уже готовы к серьезным и сложным произведениям. Глеб Кулагин с удовольствием сыграл роль хулигана Яшки. Актеры уже наскучили романтические роли. Я играл и отрицательных персонажей, и наоборот положительных, и главных. А вот здесь это как бы и второстепенный персонаж, но он настолько интересный, что даже, наверное, мне даже больше нравится, чем главный. Театральный сезон в самом разгаре. Режиссеры дебюта готовят новые премьерные работы и шлифуют мастерство юных актеров. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.